Действительно, программа «Особое мнение». Я, Дарья Пищикова, и со своим особым мнением в этой студии журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Ленарьевич. Здравствуйте. Давайте со взрыва начнем в Ираке. Что это такое, действительно, может быть, попытка сорвать наступление на Масул? Война. Война тотальная. Она идет по всей территории. Война не бывает так, что здесь в Масуле воюем, а в Кирбиле не воюем. Запад разжег в исламском мире страшную ненависть между шиитами и суннитами. Она, собственно, всегда была, начиная с ранних веков ислама, тлела, и бывали боевые столкновения. Но последние десятилетия это не проявлялось так очевидно и так ярко в такой войне. И вот уже лет, примерно, 6-7 с момента дестабилизации в Сирии, и идет дестабилизация, которая была организована, спланирована Западом, прежде всего. И его ближневосточными союзниками, королевствами, в которых рубят головы и одевают женщин в черные мешки. Так вот, идет война между мусульманами разных направлений. Эта война выгодна, безусловно, Западу, потому что она отбрасывает исламский мир от технологических прорывов, на пороге которых он мог стоять, допустим, в Иране. Ядерные исследования в Турции тоже какие-то свои были разработки технологические. А отбрасывает опять в какую-то архаизацию. Поэтому это все будет так. Пока Западность принимает исламский мир, ну, это же террористы, это же просто оружие. Это же не сами они это все продумывают. Это просто оружие, терроризм... То есть, кто-то надоумил боевиков исламского государства? Не конкретно прямо сказал, полите, взорвите туда, а создает ситуацию, при которой в локальной, локализованной на местности, где-то в каком-то пространстве, допустим, психологическом, социальном, географическом пространстве, какие-то группы людей, которые замуты в собственном микросоциуме. В этом микросоциуме они очень легко манипулируемы извне, под бросом определенного дискурса, под бросом определенных концептов. И, собственно, за счет этого и направляемы. Они управляемы гораздо больше, чем они думают. Все террористы мира, за ними всегда стояли спецслужбы. За СССРами стояли спецслужбы, Рачковский, понимаете, стоял за АЗФом, начальник, значит, этого, по-моему, петербургского, значит, жандармского управления. За там ирландскими террористами стояли американцы в свое время, они поставляли, помогали ЦРУ, помогала ирландская республиканская армия. За левыми стоял там РАФ, ГДРовцы стояли. За сионистскими террористами стояли англичане. За палестинскими стал Советский Союз в свое время. Поэтому всегда за кем-то кто-то стоит. И за этими тоже есть кто-то, кто сидит себе спокойно в хорошем кабинете, в каком-то здании далеком от исламского мира, поверьте. И вполне говорит, ну что, надо теперь, пожалуй, чтобы дело кипело. Сделать так, чтобы в Кербиле взорвались бомбы и погибли десятки людей, например. Давай там это сослайк. А недостаточно кипит? Ну, конечно, недостаточно. Надо, чтобы еще больше кипело. Вы представьте, допустим, шииты возьмут Масул. Это, конечно, очень проблематично, на мой взгляд, что они его возьмут. Потому что бои там очень тяжелые. Все правды об этих боях не сообщают. В сети пишут разную информацию. В частности, о том, что они несут огромные потери. И, скорее, могут захлебнуться в крови. Но, допустим, вот ирабские шииты возьмут Масул. Все смотрят, что выгодно. Чтобы Масул взяли ирабские шииты. Или турецкая армия, которая стоит на готове и тоже готова взять Масул. Или кто-то еще. Или выгодно, чтобы остался ИГИЛ в Масуле. Чтобы продолжалось это давление на исламский мир. Продолжалось это уничтожение мусульман. И продолжалось это оккупация энергетически значимой территории человечества. Находящейся на территории исламского мира войсками Запада и разного рода режимами. Которые там существуют фактически как денежные кошельки Запада. Ну, вот подождите. Хотел просто уточнить. Мы говорим Запад-Запад. Вы под Западом все-таки кого? Под Западом я понимаю то же самое, что Эммануил Валерстайн понимает под мировым центром. Запад это те, кто производит деньги. Которые они дают в кредит всему остальному человечеству. Ну, там есть какая-то основная действующая сила. Например, Соединенные Штаты. Сегодня Соединенные Штаты самая сильная страна Запада. Самая сильная страна Запада. Беусловно, сегодня США. Великобритания. Вторая страна. Евросоюз. Третий такой центр Запада. Канада имеет отношение к Западу. Как ни странно, Япония частично имеет отношение к Большому Западу. Это те, кто является частью такой группы государств. Которые, еще раз говорю, кредитуют все остальное человечество. Все остальное человечество им должно. А они кому должны. Вот внешний долг Америки достигает триллионов. Кто из них спросит, когда этот внешний долг? Никто и никогда. В отличие от всех остальных, из которых они могут спросить. Ну, смотрите, есть и в Соединенные Штаты первая действующая сила. Ну, во всяком случае, одна из главных. Сейчас скоро придет Трамп к власти. Ничего не изменится. И изменится только тактика, а стратегия господства останется одна и та же. Собственно, мы уже говорили об этом. Есть просто две стратегии. Там демократы делают ставку на мировое правительство. На такой союз глобалистки финансовых и управленческих кадров. Элитных кадров. А республиканцы говорят о том, что нет. Вот это такая пирамида, во главе которой стоит гиперимперия США. Первая среди всех остальных. И все остальные должны слушаться. Никакого мирового правительства не надо. А вот надо, чтобы Америка была сильной, мощной, страшной. Вооруженной до зубов. И метентом доллара главным. То есть, печатающим деньги, которые они раздают всем остальному человечеству. Вы сами говорили, что болевой точкой может стать Китай. Не ослабится ли напряжение из-за этого в связи с этим? Что у них идут болевой точкой? Ну, что будут довольно сложные отношения с Китаем в ближайшее время. Потому что будут... Ну, об этом объявлено. Потому что он же объявил о переносе промышленности на территорию США. Трамп. Вот он уже ведет переговоры с Apple, на самом деле. О том, чтобы Apple из Китая перевел в США свое производство. Я, правда, не знаю, какие такие преференции нужны для того, чтобы Apple это сделала. Потому что явно американский рабочий будет получать больше, чем китайский рабочий. И себестоимость в итоге будет выше. Хотя Трамп обещает какие-то налоговые льготы такой величины и такой невероятности, что прямо чуть ли, несмотря на гарантированность зарплаты американского рабочего, в разы больше, чем зарплаты китайского рабочего, это для Apple будет выгодно. Но Ближнего Востока легче не станет от того, что происходит. Для Ближнего Востока уже никогда не станет легче. Совсем. Конечно, потому что арабская весна, на самом деле, и истощила, и пожрала силы очень многих на Ближнем Востоке. Демократическое и исламское движение, оно истекло кровью в этой арабской весне. Преждевременным, скажем так, спровоцированным Обамой всеобщим восстанием тех, кто не был готов к этому восстанию совершенно. Потому что братья-мусульмане, конечно, у них даже военной доктрины не было. И военная доктрина была у салафистских групп, которые достаточно маленькие и как раз управляемы извне во многом. Так вот, несмотря на свою радикальную идеологию джихада и исламской войны глобальной. Так вот, я думаю, что будет только хуже, конечно. В перспективе, конечно, война будет переноситься на территорию Ирана. Дестабилизация Ирана вполне реальная вещь, поскольку в Иране происходит, собственно, то, что происходило в позднем Советском Союзе. Молодежь больше не хочет жить по тем правилам, по которым жило старшее поколение, поколение революции и исламской. Власть мул, власть клерикалов больше не устраивает молодежь. С каждым годом, вот я несколько раз в Иране был, он меняется. Уже на улицах люди там еще в прошлом году держались за руки, а сейчас уже можно встретить чуть ли не целующихся. Этот протест гражданский... Так эта трансформация не может спокойно произойти? Она, конечно, контролируется духовными лидерами и, в первую очередь, рахбаром. Но я боюсь, что масса иранцев, которые выехали из Ирана и находятся за его пределами, которые вовлечены в насилие, которое существует по всей территории исламского мира, особенно арабского мира, эта масса слишком велика для того, чтобы удержать под контролем внутреннюю стабильную ситуацию. Максим Ильич, сейчас сделаем небольшой перерыв. Это особое мнение журналиста Максима Шевченко. Это особое мнение журналиста Максима Шевченко. Ну что, Максим Ильич, еще про Иран или дальше пойдем? Ну, все, в принципе, понятно. Давайте тогда дальше. Смотрите, Хорошевский суд Москвы сегодня освободил от уголовной ответственности няню Гюльчихру Губакулову. По известным обстоятельствам она была задержана. Как вам кажется? И приговорил к принудительному лечению. Ну, было принято решение, да, направить ее... Ну, это аналогичная смертная казнь, как я понимаю, потому что будет изменено ее сознание. Она будет находиться под психотропными препаратами. Возможно, к ней применят лоботомию. Крытка – это место гораздо более худшее, чем тюрьма. То есть, это даже более суровое наказание, чем какой-либо срок? Ну, безусловно. Ну, получается, тогда справедливо или нет? Ну, я не знаю, справедливо или нет. Это не о законности, не о применении права. Если человек убийца, если доказано, что человек убийца, то человек должен быть наказан. А почему тогда есть недовольные таким решением, которые считают, что надо было именно посадить? Люди хотят публичных казней, публичной крови и публичных расправ. Всегда есть те, кто кричит, как говорится, о том, что они хотели бы верить головы на колях, на площади. Это их частное мнение. Это у нас сейчас такая тенденция? Всегда в человечестве. Такая тенденция в человечестве всегда была, есть и будет. Это свойство толпы. Жаждать крови и жаждать расправа. Это нормально. Это просто человеческая искусственность. В данном случае о милосердии речь не идет. Речь идет об адекватном воздаянии. То, что государство признает какого-то человека невменяемым и отправляет его на применительное лечение. То есть, надо понимать, что это даже не тюрьма. Это то, где у него свидания не будет. На больного человека не распространяются общепринятые правила содержания заключенных. Он полностью находится во власти врачей и санитаров. И как они скажут? Вот они скажут, допустим, там пациент находится в тяжелом стрессе, допустим. Все. И пациент сидит обколотый аминозином. Там лежит обколотый аминозином или галлоперидолом. И находится в аду. Поэтому это совсем не райское местечко. Думаете, она оттуда никогда не выйдет? Понятия не имею, если честно. Ее судьба меня вообще не интересует. Почему? Ну, а почему ее судьба должна меня интересовать? Ну, вас вообще это дело интересовало? В стране происходят сотни убийств. Самых разных. Меня вот интересуют... Согласитесь, что это был особый... И меня интересуют дела убитых в Дагестане журналистов, которые по-прежнему не расследуются. Меня интересуют дела Натальи Стемировой и Анны Политковской. Вот что меня интересует. Меня интересуют дела тех, там убитых на Ставрополе семерых имамов нагайцев, которые тоже не расследуются. Меня интересуют дела политические убийства. А я упоминаю политические убийства. Меня интересует расследование убийств двух заместителей осетинского муфтия Хаджимрата Гацалова, которые были убиты. И их убийство тоже не расследуется. Поэтому давайте мы займемся политическими убийствами, которые в нашей стране совершены, сознательно не расследуются, а не психопаткой, которая бродит по улицам с отрезанной головой, очевидно совершила преступление и так или иначе должна быть наказана. Она будет наказана? Тут нет сомнений тем или иным способом. А вот будут ли наказаны те, кто убивает безнаказанно журналистов, священнослужителей, тех, кого подозревают в создании эскадронов смерти в России? Вот этот вопрос, на который у меня нет такого однозначного ответа. Думаю, они, естественно, наказаны не будут. Почему так? Я думаю, потому что они просто носят погоны и принадлежат к каким-то структурам, которые, собственно, действуют в рамках какой-то логики и стратегии. Допустим, это могут быть структуры, которые специально в том или ином регионе России, Кавказа, например, путем давления, репрессий и террора в отношении мусульман создают видимость наличия террористического подполья, чтобы им дали больше полномочий, больше денег, больше бюджетов. Вот необъяснимо, допустим, в Дагестане, я езжу часто по Дагестану, едешь, допустим, стоит так называемый федеральный блокпост, на котором стоят прикомандированные туда и из других регионов, значит, присланные какие-то сотрудники, которые, допустим, останавливают автобус, который и без того идет из какой-нибудь Астрахани, там, понимаете, часов 8, там, например, или 9, ночью это было, часа в 3-4 ночи я это видел. Из этого автобуса полностью вытаскивают всех, женщин, детей, стариков, все должны пройти, это занимает иногда 2-3 часа процедура, значит, какая-то регистрация, и должны свои вещи поставить на какой-то, значит, там, рентгеновский этот самый вот блок, как в аэропорту. Я отказываюсь это делать, я им говорю, почему, у вас нет режима контртеррористической операции, если КТО, я понимаю, каждый должен быть... А что за вашим рассказом следует? Ну, когда они узнают, что я журналист, то они, естественно, отходят в сторону всегда, потому что все, что они делают, это противозаконно. Смысл в этом только один, это не ловит террористов, это не предупреждает против смертников или против еще кого-то, понимаете, все это можно объехать через поле, если есть там желание, или пешком обойти. А это просто акт давления террора и насилия над людьми, для того, чтобы им хуже жилось, чтобы среди них возникали психопатические реакции на это, чтобы потом туда внедрять каких-то людей тоже с террористическими установками, именно внедрять, подчеркну. Дагестан года 3-4 назад был абсолютно замерен, потому что все сторонники террористического подполья или были убиты, либо уехали в Сирию, в Ирак, и там не было ничего такого. Вот последние 3 года идет сознательное систематическое давление, прессинг, унижение дагестанцев, давление на мусульман, причем не на каких-то там, на тех, на кого, допустим, можно было бы давить в силу, хотя давить ни на кого нельзя, но поставить на профучет, в силу их близости, родственни к тем, кто был осужден по 208-й террористической статье или по 205-й, допустим. А просто всех подряд около мечети вот так вот заезжают и как будто сетью рыбу, как скот людей просто затаскивают подряд всех в автобусы, везут, где они часы проводят в отделениях полиции, у них берут отпечатки пальцев, биоматериал требуют, говорят, жену приведи ему, твоей жены возьмем отпечатки пальцев. Все это мы проходили в Кабаринобалкарии, когда местная элита, бывший министр Шагенов, прокурор Кетов и еще ряд других людей в согласии с тогдашним руководством МВД по, значит, Северному Кавказу, собственно, возражали против туда прихода Арсена Конокова, бизнесмена и президента. Фактически они сознательно организовали репрессии против мусульман и создали террористическое подполье в КБР. Как только Коноков ушел, подполье сразу исчезло, понимаете, мгновенно. Думаю, сейчас тоже кого-то ведут на Дагестан и поэтому сознательно создают такую ситуацию невыносимую. А местные жители почему никак не пытаются этим бороться? А кто их слышит в Москве? Вы что, хоть раз дагестанцы сюда в эту студию позвали, что ли? Да хоть их там всех перебьют, вы на них внимания не обратите. Там убивают журналистов, я доношу. Там убивают журналистов, там людей лишают гражданских прав. Вы дадином занимаетесь. Весь мир занимается дадином. Вы говорили, это хорошо. У вас десятки тысяч граждан лишены прав. Но, очевидно, в туземных регионах для москвичей люди это не люди, понимаете? Так, очевидно, москвичи и московские журналисты федеральные относятся к Кавказу. Шашлик, мошлик, девочка, пойдем потанцевать. Нормально, я же рекламу слышу, у вас это Кавказ на эхо Москвы. Понимаете, отдых, отдых такой там у вас идет. Понимаете, я вам говорю, Москва плюет на права этих людей. Почему федеральные, либеральные, демократические СМИ не занимаются массовым нарушением прав людей на Северном Кавказе, в Дагестане? У нас правозащитники, в первую очередь, нарушениями прав занимаются, правильно? А вы что, их все разобьете? У вас много передач по этому проведено. А вы не правозащитники, вы в СПЧ не входите, не представляете ли интересы правозащитников? Входим, и у нас есть рекомендации по Северному Кавказу. Вы передачу посвятили этим рекомендациям по Северному Кавказу? Вы позвали сюда Федотова с этими рекомендациями? Кого-то еще, понимаете, 17 человек ездило и подписало эти рекомендации. Они на сайте СПЧ были опубликованы. Просто это не люди для многих в Москве. И, к сожалению, в том числе для так называемой либеральной оппозиции. Давайте не выяснимо всех, а мы в этом обвиняем. А я не всех, я просто говорю, кому-то не нравится, пусть придут, мне тогда предъявят. Почему? Для многих нормально. Понимаете, есть ребята, которые ездят, занимаются этим. У меня никаким претензий к ним нет. Там, из Дождя, допустим, или из других каких-то СМИ. Но это эксклюзив, единицы. Как правило, что бы там ни делали с людьми, как бы там их ни пытали, ни убивали, это не тема для московских либеральных правозащих. Максим, еще один перерыв нам нужно сделать. Давайте. Особое мнение журналисту Максима Шевченко. Скоро вернемся. Вы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Я напомню, что со своим особым мнением в этой студии журналист Максим Шевченко есть такая тема еще, наверное, довольно любопытная. Может быть, вам не понравится. Собираются со следующего года. Сейчас я хочу назвать, еще раз, назвать тех, кто говорит и занимается правами человека на Северо-Кавказском регионе. Мемориал Ганнушкина, Алексеева, Ирина Стародубровская. Все. На всю страну. И вот в СПЧ я занимаюсь. Ну, и иногда там еще кто-то возникает. Понимаете? Какие-то журналисты. И иногда там Тимур Олевский писал, по-моему, с дождя об этом. Архан, естественно, Джамаль говорит иногда об этом. Все. Для всех остальных там не существует людей. Что бы там ни делали, каждый осужденный, каждый арестованный. Понимает, что их могут так-то задержать. Каждый арестованный, каждый арестованный мусульманин, он заведомо виновен. Никто за него не вступает, за особенно. Ну, вы за всех-то не говорите, что все так считают. Ну, многие так полагают. Потому что мне сказали конкретно, вот, я уже говорил, один из лидеров открытой России сказал, мы не заступаемся за мусульман, потому что они обижают женщин. Это позиция либеральной оппозиции. Ну, пожалуйста, ради бога. Тогда о какой демократии в стране может идти речь? Есть демократия для белых, а есть демократия для людей второго сорта, что ли? Покойный Немцов называл Кавказ газа. Он про Кавказ говорил. Это наша газа, говорил Кавказ. Это наша газа. Вот так относится. Здесь, понимаете, в Москве, в Израиле, здесь живут чистые люди, а там на Кавказе газа за некой стеной. Все уже разделено у вас. У вас полное сотрудничество, как говорится. Ну, давайте мы не будем у вас, у нас вот этими оперировать терминами. Когда в новостях будут, в частности, информация не только о неких москвичах, которые пострадали, которых надо защищать, но еще и о других людях, тогда я поверю. О других людях тоже говорят. Я не припоминаю такого. Хорошо, давайте дальше. Так вот, с 2017 года, то есть со следующего года, хотят ввести в Россию обязательную дактилоскопию для всех приезжающих иностранцев. Поможет ли это в борьбе с терроризмом? Надо начать с Депардье. Когда я увижу Депардье и подобных ему людей, там, отпечатки пальцев, свои пальчики катающие, я думаю, что надо начинать с серьезных людей. Вы думаете, они откажутся? Для них, что это проблема болида? Для конгрессменов, парламентариев, депутатов разных иностранных парламентов, для крупных бизнесменов, которые приезжают, тоже будут пальцы катать. Посмотреть на это любопытно. Ну, а если будут... Илон Маск приедет, допустим, Илон Маск приедет в Россию, у него тоже пальчики откатают? Да нет, почему это интересно, мне это любопытно. Проблем нет. Это же довольно распространенная практика. За рубежом часто при въезде. Ну, это в электронном, это же электронно. Это на границе положите палец вот этого, да. Да, я же вам говорю, нет проблем, ради бога, пожалуйста. Так а будет ли в этом какое-то подспорье для борьбы с терроризмом? Ну, я знаю, я что, пограничник, что ли? Что меня об этом спрашиваете? Террористы, по-моему, основная масса террористов возникала внутри страны. Я что-то не припоминаю, чтобы иностранцы, так особенно кроме Хаттаба и еще там каких-то пары каких-то активистов, понимаете, участвовали тут в терактах. Причины теракта возникают внутри страны. Социальные, социально-психологические, экономические, какие угодно. Там экстремистская литература, давление, террор, насилие. Это внутренняя проблема. Ну, конечно, каждое государство имеет право защищать свои границы, свою территорию и свое правовое гражданское поле. Это вопрос родни тому, хорошо ли, что мы ездим на машинах. Смотря куда. Если за наркотиками, то плохо. А если просто на работу, то неплохо. Хорошо, давайте дальше. Сайт мемориала опубликовал около 40 тысяч фамилий сотрудников государственной безопасности, органов советского времени, естественно, 35-39 годы. Это работа необходимая? Сейчас нужно об этом снова говорить, вспоминать? Конечно, об этом нужно всегда говорить. Всегда говорить и всегда конкретно разбираться в том, кто, что, как, кого мучил, кого пытал, кого допрашивал, кого убивал. Я вот сейчас читаю книгу историка Владимира Бешанова, белорусского, о том, как ковалась советская артиллерия в 20-30-е годы. Примерно 30% этой книги посвящены перечислению имен инженеров, конструкторов, арестованных, расстрелянных, замученных в 20-30-е годы, которых просто поражает воображение сотни людей, имеющих отношение только к артиллерийской промышленности, к артиллерийским КБ, которые были брошены, прошли пыточные следствия, особенно 1937-1938 год. Как, почему, кто это делал, кто их бил, кто их мучил, кто на них доносил, кто подписывал это? Конечно, это все надо до конца рассказать, раскопать и опубликовать. Я считаю, что это очень правильная политика. А что нужно с этим массивом информации делать? То есть, просто изучать или те, кто найдут там фамилии своих родственников, как-то должны покаяться? Найти тех, кто пострадал от рук их родственников? Должны покаяться за преступления предков. Я считаю, это вообще неправильно. Я считаю, что человек должен каяться только в своих делах и в своих грехах. А то, что там у тебя было в предыдущих поколениях, ты можешь это переживать как-то экстенциально. Писать на эту тему, можешь позвонить потомкам жертв, можешь с ними встретиться, поплакать вместе, выпить, поговорить, поспорить, может оправдать своих предков. Но каяться человек должен только за самого себя. Каяться за других – это странная и абсурдная идея. То есть, это все нам необходимо в первую очередь для понимания себя, своей истории, того, что происходило с нашими предками не так давно. Ну, конечно. Мне тоже интересно знать фамилию того следователя, который пытал моего деда прекрасного в 1938 году в Ульяновске. Очень интересно. Мне знать, кто... А дедушка рассказал моему отцу, как его пытали там. И чернила лили в глаза, и били дико, понимаете. В общем, 7 месяцев он был под этим следствием. Тоже. Был ученый. Попал под дверью в скамнистию, поэтому остался бы жив. Как и некоторые другие. Но хотел бы, да, я знать. И фамилию Стукача, который донес. Говорят, это был его замкафедрой, который потом сгинул сам в лагере. Как и многие палачи. Значит, ягод, там палачи Ягоды сгинули в ежовскую пыточную как бы страду. Ежовские палачи сгинули в 1939-1940 годах. Как и сам Ежов, по-моему, был расстрелян в 1939 году. Потом. Поэтому, ну, да, хотелось бы поименно вспомнить всех, кто поднял руку тогда на другого человека. Ну, многие не знают ведь истории своих семей. Не знают даже довольно близкого права. Это личное частное дело каждого человека. Я не считаю, что это надо делать как-то коллективно, обязательно. Это личное частное дело человека. Я говорю вот про себя. Я бы узнал. А не будет ли это способствовать разжиганию грозни между теми, кто находит своих родственников в списке пострадавших и тех, кто находит своих родственников в списках палачей? Мы говорим сейчас о 30-х годах. О 30-х годах. Но жестокость же началась не в 30-е годы и не со Сталина. Вот у нас происходит апологитизация белого движения. А читаешь какого-нибудь романа Гуля, там, «Ледяной поход», и там, говорит, вошли мы в станицу. Станица была большевизирована. Там, к сожалению, 120 или 150 человек не поддавались нормальному разговору. Оказались большевиками. Ну, приказали в сторону расстрелять или зарубить, например. Там зарубили красных. Зарубили красных. А кто зарубил? А кто отдал приказ? Потому что, вы знаете ли, очень часто приходило слышать еще в советское время на таких кухнях от многих таких сторонников белого движения, многие из которых потом разъехались отсюда в Штаты, там, Германию и Израиль, и разные другие страны, что вот мы придем к власти, будем вешать на фонарях, будет, значит, тотальное такое-то самое, все, там, через одного расстреливать. Они любили такие формулы всегда. Насилие порождено здесь было достаточно давно. Вообще, насилие – сама суть, к сожалению, России. Насилие было порождено Солженицын, когда-то писал, что 17-й год в 17-м веке. Хотите понять корни 17-го года? Седите в город Боровск и спустились в яму, где были замучены голодом бояриня Морозова и бояриня Урусова, где они просили хлебушка-хлебушка, и меняли охрану царские палачи, Романовы, между прочим, чтобы не кормили их. А потом один из жалости постирал их, значит, это самое белье спустилось там в реку тайком, и они умерли в ту ночь. Сожженные, замученные, десятками тысяч еще в 17-м веке. В 18-м веке все эти восстания бесконечные, порабощение, продажа людей. Периферийная страна, периферийная империя всегда является фабрикой насилия, фабрикой смерти. То есть, у всех из нас тогда в то или иное время были родственники кулачей. Сегодня, конечно, сегодня у нас есть шанс выйти из конвейера смерти. Если мы перестанем требовать расправы над кем-то. Если мы на самом деле по-христиански, или по-мусульмански, или по-иудейски, или как-то просто с точки зрения гуманизма светского. Понимаете, скажем, что давайте посмотрим на себя мы, современные поколения. Да, мы тоже убивали друг друга. Да, в Чечне тоже была гражданская война. Да, тоже происходят сейчас убийства и насилие в нашей стране. Да, тоже каких-то людей пытают. И сейчас вот мы с вами разговариваем, а кого-то во время допроса бьют сейчас, избивают дико страшно. Говорят, у тебя нет никакого выхода. Сейчас мы вот твою жену изнасилуем, в соседнюю комнату приведем. И приводят какую-нибудь проститутку. И имитируют там изнасилование. Такие случаи тоже есть. Вы думаете, 37-й год был тогда, а сейчас его нету, что ли? Он и сейчас для кого-то есть. Поэтому эра милосердия, она наступает здесь и сейчас, в душе каждого человека. Отказ от насилия, отказ от расправы, призыв к справедливости, призыв к милосердию, внутренний призыв для каждого сердца. Это начало, собственно говоря, очищения. Вы же сами говорите, что окрессия неотъемлемая часть любого человека в любое время. Я думаю, что есть шанс это прекратить. Всегда есть шанс это прекратить. Отказавшись от репрессий, отказавшись от расправ, отказавшись от властолюбия, в конце концов. Потому что всегда причиной этого было властолюбие каких-то групп, которые, идя к власти, создавая власть для себя или своих семей, и неважно, будь это консерваторы или либералы, все они действуют по одной и той же схеме, будь то коммунисты или антикоммунисты. Все они дышат ненавистью, все они дышат абсолютной властью, все они, придя к власти, получают в свое распоряжение невероятные ресурсы, которые делают их власть еще более абсолютной над этой страной с плохими коммуникациями и слабо развитой социальной и политической инфраструктурой. Так, получается, власти должны начать с себя? Я считаю, что в России должно возникнуть новое демократическое движение. Демократическое движение, стоящее на интернациональных народнических позициях. Мы не Восток и не Запад. Мы народ, разный народ, с разным опытом жизни. Возвращаясь к нашей предыдущей передаче о законе о российской нации, почему я сторонник этого закона. Декларация о возникновении народа как субъекта, нации как субъекта, против которой выступают как крайне правые, так и некоторые левые, понимаете, либералы сегодня. Это декларация, которая позволит нам, по крайней мере, вот всем вместе, разным людям, разных национальностей, религий, идти в будущее. Ну, это пока только ваш идеал, у нас даже проекта нет. Ну, да, это мой идеал. Вот у Льва Толстого был идеал жить, вот у Саужинцев был идеал жить не по лжи. У Льва Толстого был идеал непротивления лжи насилию. А у меня вот этот идеал, понимаете, чтобы тут на этой территории все люди разных национальностей, вероисповеданий, религий ощутили себя частью общей судьбы. И подали друг другу руки. А Господь там с нами сам разберется, кто из нас прав, мусульманин, христианин, еврей или неверующий. Спасибо. Здесь ставим точку. Это было особое мнение журналиста Максима Шевченко.